Одним из крупных факторов, воздействующих на среду обитания, является сельскохозяйственное производство. В частности, применение минеральных удобрений. Без них невозможно получить хорошие урожаи, но в то же время чрезмерное их внесение в почву снижает ее плодородие и имеет экологически негативные последствия для окружающей среды. В этом плане мы занимаемся разработкой органоминеральных комплексных удобрений, которые позволят не только снизить химическую нагрузку на почву, но и вводить в почву вещества органические, являющиеся питанием для почвенной биоты. Азот, фосфор, калий. Мы даем питание микробиоте, которое, как огромный природный механизм, обеспечивает оптимальные процессы для роста растений. В качестве таких веществ нами планируется использовать многочисленные отходы сельскохозяйственных и пищевых производств, которые требуют утилизации. Таких отходов в области накопилось в последние годы много, в частности, крупнейшие производства по выпуску мяса, это русская свинина, крупнейшая в Европе фабрика по производству индюшинного мяса индолина, где огромное количество скапливается навозов, пометов. Крупная, одна из крупнейших в стране переработок кукурузы – компания «Милка» в Милеровском районе. Многочисленные птицефабрики, пивные заводы, где для осветления пива применяются минеральные компоненты, которые одновременно могут служить хорошими удобрениями. В крупнейшей в Европе производство растительного масла, где также для осветления масла используются минеральные компоненты, которые могут быть включены в состав таких удобрительных комплексов. Часть отходов предварительно перерабатывается, а затем она включается в состав удобрительных композиций, которые могут быть использованы либо в виде жидких смесей, либо в виде сухих органоминеральных гранул. Перспективным является использование таких удобрений при выращивании озимой пшеницы в регионах области с экстремальными почвенно-климатическими условиями, в районах, где недостает влаги. А это весь северо-восток области, восток и юго-восток. Предварительные эксперименты лабораторные, а также полевые испытания в учхозе «Недвиговка» показало, что эти смеси эффективны. Они действительно увеличивают и урожайность, и улучшают структуру почвы. Вот вы видите на первом плане не очень мощный колос. А вот пшеница, которая на втором плане, это пшеница, которая выращена с использованием наших удобрений. Совсем другой колос, полноценное растение, более мощная вегетативная система, ну и, естественно, будет более высокий урожай. По нашим подсчетам, применение органоминеральных удобрений позволит снизить затраты сельхозпроизводителей на применение удобрений до 500 тысяч рублей на гектар. А это в масштабах области означает экономию в 6 миллиардов рублей в год. Продолжение следует...